Продолжение паучьих миров уже на ваших экранах, а если каким-то образом вы пропустили первую часть, то ссылку можно найти в описании. Заправляйте свои картриджи, чтоб эти костюмы, ведь приключение почти началось. А перед началом ролика я хотел бы порекомендовать канал Lex Comics. На нем вы найдете отличные переводы видео, связанных с супергероями, а также великолепную передачу, в которой Lex рассказывает о самых свежих новостях из мира комиксов, фильмов и сериалов. Гляньте также видео о пасхалках в кинокомиксах и о всех командах Мстителей. В общем, рекомендую, ссылка в описании, не забудь подписаться. Меня зовут Мастер Ткач, а это паутина жизни и судьбы. Она простирается и охватывает каждый мир, который существует, существовал или будет существовать. Охватывает и охватывает, пока последний моток не будет размотан. Я могу увидеть бесконечное число жизней, и я могу следить за теми душами, у которых есть возможность идти по шелковым нитям, а также ответственность за создание новых путей и перемену всех судеб. Они — пауки, а это их паучий мир. В данном номере мы наблюдаем за совершенно разными землями пауков. Тут вам и паук-буддийский монах, который сражается со своим злым братом Веномом, а после присоединяется к паучьей армии, и девушка-паук из Нью-Йорка 95-го года, девочка-паучиха, которая только получила свои способности, живя в мультяшном мире. А под конец мы видим черно-белый мир, где время оказывается нестабильным, и убийце не удается добраться до Питера. После чего мы следуем на странице комикса «Удивительный человек-паук» номер 9. Да, как вы уже поняли, в данном ивенте мы увидим и нашего оригинального Питера Паркера, и от Актавиуса в его теле одновременно. Так вот, отправившись на разборку с грабителями вместе с Шолк, женщиной-пауком Мигеля Махарой и Аней, Питер встречает британского человека-паука, девушку-паука, а также поразительного свина-паука Земли-25. Британский паук, который всех и собрал, начинает и объясняет, что их привели сюда нити великой паутины, ведь они и все сводятся к этому миру. Мэйдей рассказывает про наследников и про то, что они убивают род пауков по всей мультивселенной. На вопрос, почему именно я, Паркер получает ответ, что он уже встречался с Морлоном и сумел его победить. И это правда, арку о первом противостоянии Морлона с Питером вы можете прочитать, начиная с 472-го номера «Удивительного человека-паука». Однако, не будем отходить от сюжета, недолго думая, все пауки с 616-й Земли отправляются в портал. Почти все. В это время на этой же Земле один из наследников поймал Алого Паука, также известного как Каин. И когда кажется, что надежды уже нет над убийцей, раскрывается портал, и из него выпрыгивает Брюс Баннер-паук, старик-паук, личность которого пока что неизвестна, Гвен Стейси и Бен Рейли, клон Человека-паука с Земли-94. Ребятам удается спасти Каина, но вот без потерь не обошлось. Во время сражения паук Брюс Баннер трагически погиб. Нас переносит в центральный парк Земля-13, безопасная зона. На данный момент тут находится около 20 различных людей-пауков. Паркер задается вопросом, с чего они тут в безопасности, на что получает ответ от космического Человека-паука с Земли-13, что они в сохранности из-за него. Оказывается, что на этой Земле Питер сохранил силы Бога, которые он получил в космосе, и наследники будут глупцами, если придут к нему. Однако проблема в том, что тайная сила связана с этим измерением, и если космический паук уйдет отсюда, то станет обычным. Наш оригинальный Паркер так и не может понять, что тут вообще происходит, на что ему отвечают, что это война, и он их тайное оружие, ведь паук Земли-616 величайший из всех. Спустя какое-то время паук-старик сообщает, что они засекли еще одну группу пауков, и часть наших героев отправляются к ним в гости. После того, как отряды встретились, Британский просит всех проследовать в безопасное место. Однако Отто прерывает его, сообщая, что у него все было под контролем, пока сюда не завалились они. Демонстрируя некое устройство, Совершенный рассказывает, что это маскирующее приспособление, которое прячет паучий запах от наследников. Спустя пару секунд Отто понимает, что от Кайна и Шелк исходит слишком сильный запах, не похожий на остальных. Показатели просто зашкаливают. Старик-паук говорит, что Алый Паук другой, и он уникален в своем и любом другом измерении. А эта девушка – невеста особый тотем. Октавиус кричит, что хватит с него этой чуши. Из-за этих двоих их крайне легко найти. И он оказывается прав. На следующей странице мы видим Деймоса, который радуется столь масштабному пиру. По команде Совершенного, Пауки бросаются в атаку, пытаясь держать злостного врага. Пикируя на наследника, Отто пробивает его насквозь своими щупальцами, и Деймос умирает. Оказывается, что самый большой урон нанесли удары Кайна, а Супериор только добил врага. Опять напуская свои таинственности, Старик-паук говорит, что все пауки ничего не знают, вы лишь ползаете во тьме, и он единственный, кто знает, что по-настоящему происходит, и лучше выслушать его. Но герой не успевает договорить, его голову хватает появившийся сзади Деймос. Вместе со своим братом и сестрой наследник готов к новой охоте. Октавиус никак не может понять, как же это произошло, ведь он только что убил его, а после чего начинается потасовка. Пауки пытаются пробиться к порталу. В это время Кайн сообщает, что, скорее всего, они могут клонировать себя, возвращаясь столько раз, сколько захотят. Одному из наших ползучих друзей удается открыть портал на той же частоте, откуда пришли наследники. Трое клонов-пауков решают, что им стоит разобраться с этим, ведь они больше всего знают о подобных вещах и отправляются прямиком вовнутрь. Остальные прыгают в безопасное место. Умирающий старик-паук срывает свою маску и подзывает Паркера. Загадочным пауком оказывается и Зекель. Если вы читали историю про первую встречу Питера с Морланом, то это имя должно вам кое-что говорить. А если вкратце, то во время тех событий именно и Зекель рассказал человеку-пауку, что его силы имеют татемическую природу, связывая Питера с пауками не только биологическим, но и мистическим образом. При этом и Зекель обладал также паучьими способностями. Стоит заметить, что старик-паук с другой земли, а не с 616. Так вот, умирающий паук сообщает Паркеру, что важны лишь другой, невеста и отпрыск. Главное, охранять их, или все будет впустую. Шелк говорит, что если все проблемы из-за нее, то она постарается держаться подальше и, открывая новый портал, отправляется в него. При этом женщина-паук и Нуарна летят следом за ней, дабы охранять невесту. После чего все выжившие пауки отправляются в безопасную зону. Отто кричит, что время разговоров вышло. Это война, и именно он тут главный. Что происходит в итоге? От основной команды отделились три небольших отряда. Шелк, Женщина-паук и Плащ начинают скрываться от брата и сестры. Но их приключения оказываются не очень удачны. И спустя какое-то время Нуарнова и Женщину-паук заменяет Аня и Гвен-паук. Но не в силах больше терпеть то, что из-за нее кто-то страдает. Шелк сбегает и остается совершенно одна на Земле 981, преследуемая братом и сестрой. Пауки-клоны попадают в некий технологический мир, где правителем является Дженикс, один из самых умных наследников. Использовав шпионские навыки, героям удается практически пробраться в его цитадель. Но под конец их ловит Джонни Шторм, являющийся на данной Земле почетным воином Дженикса. Шестилапый О'Хара и Девушка-паук из 95-го отправились в 2099 год и приняли бой с одним из наследников, заключив его в стазисную клетку. Теперь же мы возвращаемся к тем событиям, которые произошли после того, как Отто прокричал, что он является главным. Выходя вперед, наш оригинальный Паркер говорит, что главный тут он, ведь у него больше всего опыта битвы с наследниками. Начинается драка из-за крика Отто о том, что вскоре он станет таким же жестоким. Мы понимаем, что Октавиус думает, что он сражается с ранней версией Питера Паркера, так как не может представить мир, где он проиграл, и Питер забрал свое тело назад. Как это произошло, кстати говоря, читайте в 30-м выпуске Совершенного Человека-паука. В конце концов, Отто застает Паркера врасплох, и тот просит убить его, показав, каков он. Совершенный восклицает, что он не может сделать этого, так как тогда убьет и себя тоже. Видя замешательство Супериора, наш герой вырубает Октавиуса резким ударом и говорит, «Мы уже видели, что наследников не убить. Убийство не решение, и никогда им не было. Нам нужно быть лучше, поэтому я и главный». В итоге Отто соглашается, и они с Питером приходят к некому союзу. Паркер отправляет молодую версию себя и Морализа на набор армии пауков. Открывая портал для себя, он также исчезает, комментируя это тем, что вскоре вернется, оставив британского паучка во главе. Спустя какое-то время случается ужасное. Наследники открывают портал и проскакивают в безопасное место. Космический паук молвит, что он и подумать не мог, что наследники посмеют прийти сюда, неважно, один или тысячи, если они решили сразиться с ним. На следующем рисунке мы видим Солуса, отца, который говорит, что он то, что пауки раньше не встречали. Сильнейший паук взлетает и мгновенно убивается на весь Солуса, которые, в свою очередь, начинают сразу же вселяться в свои новые тела. Отец наследника вступает в ярусную схватку. Космический кричит, что кем бы ни был Солус, он не ровнее его силе. Твоя драгоценная, примитивная сила создания, жалкий дурак, это чистая жизненная сила, сила, которую мой род поглощает. И если мои дети с ней не могут управиться, я первый из своего рода, и мой голод не знает границ. Как вы уже могли понять, отец семейства во время этих слов высосал абсолютно всю жизнь паука, убив его. Один из сыновей хватает самый молодой тотем, Бенжи, брата Мэйдэй Паркер, с криком, что отпрыск теперь их. На этом, пожалуй, закончим. Для продолжения давайте-ка соберем 3,5 тысячи лайков. Спасибо за просмотр, надеюсь, что вам понравилась. История довольно запутана, поэтому, если вам что-либо непонятно, можете задавать свои вопросы в комментариях. Я постараюсь на них ответить. Не забывайте подписываться на канал, писать мнение насчет этого сюжета, а также вступать в мой паблик в ВК. Все ссылки в описании. Пока-пока.